Роботы-друзья человека. На этой неделе в Петербурге прошел инновационный форум. Показали все самое новое и интересное из современной техники. Больше всего посетителям понравились роботы. Механические и электронные друзья человека из области фантастики все больше проникают в реальную жизнь. И даже школьники с легкостью рассуждают о будущем, где машины наконец-то освободят человечество от опасных для жизни и однообразных рутинных операций. О том, что могут роботы, расскажет Анастасия Давыдова. Робот-повар по национальности японец. Он мастерски готовит окономияки, жареную японскую лепешку из смеси разных ингредиентов. Кстати, окономияки – это еще и имя вот этого робота. Он вполне может стать тем идеальным мужчиной, который приносит завтрак в постель. Его бесспорный плюс – он может работать как независимо от людей, так и вместе с ними. Вот, правда, пообниматься с ним может быть опасно. Он весит целых 220 килограммов. Хотя при этом он невысокого роста – всего 135 сантиметров. Для того, чтобы приготовить мне яичницу, он сейчас задействует все свои 15 суставов. Но вообще, если его хорошо попросить, а точнее правильно запрограммировать, он может делать не только яичницу. Например, на выставке в Токио, где он был представлен в прошлом году, он смог собрать еще и одноразовый фотоаппарат. Так что окономияки, на самом деле, на все руки мастер. Ну а если обзаводиться роботом-поваром, то обязательно нужен и робот-спортсмен, чтобы не растолстеть, конечно. И, например, уже есть роботы-футболисты. Вот он, робот-футболист сейчас в нашей студии. К слову, он неоднократный чемпион робокап – международного чемпионата по футболу среди роботов. Кто знает, возможно, скоро мы будем покупать не легионеров, а роботов в нашей футбольной команде. Один робот кормит, с другим можно погонять мяч. А вот с кем поболтать и посмеяться? Можно с роботом Кобиан. Он комик и отлично шутит. И, кстати, отлично танцует. Кобиан, может, ты станцуешь нам? Мне кажется, у тебя отлично получается. И, кстати, вот это уникальный робот, которому не чужды эмоции. Правда, у него их всего семь. Удивление, восхищение, печаль, антипатия, стыд, страх и радость. Давайте спросим у него. Кобиан, скажи, тебе нравится сейчас находиться у нас в студии? Ну и я тоже безумно рада. В перспективе Кобиан упрочат будущие сиделки или няни, но пока же вместо него этим занимается другой робот. Пусть не такой эмоциональный, но зато очень ответственный. Посмотрите, как быстро сейчас робот-няня со сложным именем TGRW1 управится с этим малышом. Это довольно старый робот. Его придумали еще в 2009 году. И за эти шесть лет он зарекомендовал себя как отличная няня, сиделка и даже учитель. Он специально настроен на общение с людьми через звуки, жест и изображение. Так, так, и вот сейчас он просит нас быть чуть-чуть потише, потому что ему, наконец, удалось уложить малыша спать. Да-да, мы уже совсем скоро закончим. Скажу только, что все это удается роботу-няне благодаря инфракрасной и ультразвуковой системе. Они позволяют ему не только считывать эмоции окружающих его людей, но и избегать препятствия как в помещении, так и на улице. Так, а вот это самый маленький робот. Так, а где же он? А вот же он, посмотрите, прямо вот здесь, наверху видеостены. Это самый маленький робот в мире, он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его рост всего 15 сантиметров, а весит он 250 граммов. По сути, это вес стандартной порции обеда. Только вот в отличие от еды, этот маленький робот может ходить как человек, танцевать и даже отжиматься. И он знает несколько движений из боевого искусства тайчи. И сейчас мне кажется, что этот робот сломал нашу видеостену. Я надеюсь, что у нас найдется робот, чтобы ее починить. После этого рассвучалась с Книгу рекордов Гиннесса. Субтитры подогнал «Симон»!